Всем привет! Канал Ирина Цветики. Сегодня я зашла в лес, в краешку. Хотелось бы вам показать и ущелье, и дальше. Но, к сожалению, погода не пускает. В горы не рискну я там подниматься. Покажу вам то, что успела заснять. Первый день, к выходным, нам обещают, что погода уже потеплеет. Смотрите, в лесу цветет дикая яблонька. Кислица у нас ее называют. Очень красиво. И вот буквально за два дня лес оделся зеленой листвой. Вот он только что был голый. И вот оглянулись, смотрим, уже все зелененько. Очень весело смотрится. Выглянуло солнышко. Ну, у нас так и есть. И солнце, и ветер, и дождь, и все что угодно. Вот еще одна кисличка. Красивые крупные цветы. Но яблочки, на самом деле, очень маленькие и кислые. Поэтому нас тут и называют кислицы. А вот в этом месте, я помню, мы встречали пион. Лесной пион. Ну, он такой не махровый, как вы привыкли у себя на садовых участках выращивать. А такой однолепестковый, ну, он такой миленький. Раньше была эта редкость найти. Находили глубоко в лесу, туда дальше. Вот. Ну, пока пиона не нашла. Но вот в этом месте, я помню, мы как бы ходили. Раньше ходили все улицы, собирались дети и ходили в лес за цветами, за грибами. Вот какая фасолька цветет, нашла. И вот на этом месте мы впервые встретили ближе вот как бы к жилью пион. Ну, к сожалению, вот не видно. Ромашка. Ромашек тоже всегда у нас много. Посмотрите, какой сильный ветер. Вот. Ну, повалены сухие деревья. С одной стороны, хорошо очищается лес, но потом лесники чистят, вывозят поваленные деревья. Вроде как очищение леса идет. Вот она, барвиночек. Ну, не ковер. Обычно вот ковром стелется, но только-только начало все распускаться. Ну, весна такая холодная, затяжная, как и везде, наверное. Вот, легкая дымка из зелени. Правда? Чудо. Вот они только-только вылупились. Еще вяленькие листочки. Но лес уже смотрится нарядно и весело. Пойдем. Ну, тут трасса, вот с правой стороны. А это лесная дорога. Ну, вот еще уж. Да, барвиночек стелется сплошным ковром и просто все голубое. Ну, вот не в этот год. Весна везде тяжелая, в том числе и у нас. Вот они, ромашечки. Они вырастают метр вообще-то. Потом расцветают. Ну, в этом году им погода не дала вырасти. Поэтому они такие миленькие уже зацвели. Это я уже забралась на петушок. Помните, я вам так издалека показывала. Эту смотровую площадку. Вот мы поднимаемся. Это внизу смотровая площадка. А мы идем вверх в горы. Вот мы снимались буквально на два дня раньше. И посмотрите, разница в лесу. Там уже совсем зеленый лес. А тут только-только начинается. Ну, действуют и листочки. Вот это знаменитая скала Петушок. Один из символов города. Видите, как гребешок. Но он потихонечку осыпается, этот гребень, все-таки. Ну, ей много лет. Я помню, с детства ходили раньше вот крутыми тропами. Вот сейчас делали лестницу, а раньше поднимались. Вот, видите, выдолблены. Ну, скала мягкая, песчаник. Поэтому здесь с удовольствием рисуют. Приезжие, туристы. Вот, подписывается. Потом покажу вам Дантово ущелье. Там просто роспись. Вот. Тут стоял столбик. Предупреждал, чтобы не лазили. Но все равно люди лазили. Вот на самый гребень. Даже я. Представьте, мне лет 15 было, 14. Фотографироваться туда лазили. Вот наша речка Псикопс. Она изумрудная на самом деле. Но сейчас с гор течет вода. Ну, снег таял. Даже недавно был снег. Вот, поэтому река пока мутная. Летом она изумительно изумрудного цвета. Ну, это перевод с адыгейского. Но у меня вольный перевод. Прошу прощения, адыгейского не знаю языка. Псе, голубая и Купс вода. Голубая вода называется. Вот там трасса Дон. Ой, что-то я замельтешила. Ну, хотела окружность показать. Кругом. Ну, ветер продолжается. Вы видите, сильный. Да. Ну, тут уворачиваясь от людей. Вот там трасса идет на Сочи. Ну, выше я уже не пошла. Туристы пошли дальше. А вот тут еще тропиночка. Там у нас существует пещера спасения. Там такая пещерка. И если раньше узник или какой-то провинившийся успевал туда залезть и спрятаться, он считался помилованным. Его не казнили, его отпускали. Ну, это ж надо быть ловким таким, чтобы добраться туда. Вот там есть старый замок. Это, ну, гостиничный комплекс. Ну, так назван старый замок. Там тоже очень много интересного. Мы попозже туда пойдем, наверное. Ну, вот еще люди ушли. Еще он сниму эту скалу. Какой страх и ужас. Мне потом мои сыновья говорили, что они прыгали с него вниз. Ну, это один из геройских поступков. Горячоключевских. И несколько закончились, ну, еще в далекое советское время, еще во времена моей детства, закончились трагически. Несколько человек разбилось. Потому что внутри, ой, внизу, в речке валуны, тоже огромные валуны. Ну, были и глубокие места. Вот надо было попасть в глубокое место. Мы даже ходили туда купаться. Ну, повторюсь, что это был такой центр паломчества горячего ключа. Что всегда выходные. Весь город, наверное, здесь гулял. Мы жили далеко на окраине, тем не менее, всей семьей приезжали сюда, фотографировались. Ну, идем обратно вниз. Смотрите, какие корни. Очень красиво. Ну, вообще, местность живописная. Не зря сюда приезжают издалека. Мы вот привыкли к этой красоте с детства. Нам кажется удивительно, что люди пересекают всю страну, чтобы побыть здесь 10 дней. И причем задорого. Ну, я имею в виду санатории. Ну, здесь лечат опорно-двигатели аппарат, желудочные заболевания. И, говорят, многие приезжают с палочками, а уезжают на здоровых ногах. Ну, воды, сероводородные ванны, там массаж, грязи, лечение. Все это присутствует, комплекс процедур. Вот, смотрим сверху. Опять деревья красивые. Вот это дерево лежит уже лет 10. Что-то его не убирают никак. Ну, там вот дальше сувенирные стульки. Девочки выбирают украшения, амулетики. Ну, там все такое, как красиво. Уже так, почти спустилась я. Лютики. У нас их называют куриная слепота. Такие дикие лютики. Не знаю, я раньше не боялась, и рвала, и рвала, плели веночки мы. Ну, вот сирень тоже такая лесная у нас называется, лесная сирень. Но я вам скажу, у меня присутствует сейчас куриная слепота. Как только начинает темнеть, я вижу хуже. Хотя я и так хожу в очках с детства, там, проходила лечение. И все, ну, хорошо, что не прогрессирует у меня минус, но тем не менее. Как только темнеет, я раньше боялась ездить за рулем вечером, потому что очень плохо видно. Вот такие деревья красивые, обвитые плющом диким. Вот там, видите, люки вдалеке. Здесь были самые первые ванны сероводородные. Там лечились еще в царские времена. Ну, сейчас убрали эти купальни, были старые такие купальни. В следующий раз пойдем туда, вот в Дантовое ущелье. Тоже очень красиво, там интересно. Поляна, минеральный источник. Ну, а пока всем спасибо за просмотр канала Ирина Цветики.